Первое серьезное испытание, которое предстоит ученикам в 11 классе, написание итогового сочинения. От него зависит, будет ли ученик допущен до сдачи ЕГЭ. В среду почти 6 тысяч учеников выпускных классов школ Твери и области написали итоговое сочинение. Съемочная группа нашего телеканала побывала в одной из школ Твери и выяснила, как себя чувствовали ребята перед первым серьезным испытанием. Обстановка в 53 школе Твери 4 декабря самая, что ни на есть будничная. Из кабинетов доносятся голоса учителей и ребят. В коридорах тихо и пусто. Оживленно только на одном этаже, где в нескольких кабинетах 11-классникам предстоит пройти первое экзаменационное испытание, написать сочинение или изложение. Зачет за написание будет означать допуск к единому государственному экзамену летом. Перед началом работы, конечно же, инструктаж. Учебный кабинет запрещается иметь в себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру. Справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Запрещается пользоваться текстами литературного материала, художественными произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой и другими литературными источниками. Учебники итогового сочинения, нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения. Темы сочинений выпускникам неизвестны. Их раздали на специальных бланках только за 15 минут до начала работы. Но готовиться к нему ребята начали еще в сентябре. Были известны направлениями, по которым предстоит написать экзамен. В этом году в связи со 150-летним юбилеем «Войны и мира» ими стали «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Гордость и смирение», «Добра и зла», а также «Он и она». На написание сочинений отведено 3 часа 55 минут. В регионе для контроля за проведением сочинения аккредитовано сотни общественных наблюдателей, в том числе и федеральных общественных наблюдателей. Для самих выпускников тематические направления – это отличная возможность проявить себя в возрослых рассуждениях, поразмышлять на общечеловеческие темы, проявить себя как творческая и состоявшаяся личность. Отметим, что 4 декабря итоговое сочинение написали выпускники по всей России.